В Южной Мексике росли волшебные грибы, и я думал, если мы доедем в Южную Мексику и попробуем этих грибов, возможно, это поможет нам с Роном лучше понять, кто мы, и, возможно, лучше понять, кто такой Бог. Я поступил в университет в Буффало, и когда я был в Буффало, это было такое время в моей жизни, когда я особенно по-настоящему искал Бога. В моей душе была такая глубокая тоска, ожидание, что есть что-то большее в жизни, что-то, что я пережил, возрастая в своей еврейской вере, служило какой-то цель и было хорошим. Но я просто чувствовал, что есть намного больше, настолько больше, что я хотел знать о Боге, о себе и о жизни. Итак, когда я был в Буффало, я экспериментировал с наркотиками, я читал много книг, в первую очередь восточных книг, все с целью попытаться понять и найти Бога. А потом я понял, что, возможно, если я оставлю город и перееду в деревню, возможно, в очень отдаленное место, что, может, я смогу найти Бога в более интимной обстановке. Поэтому мы решили, что будем выращивать помидоры, и мы нашли 20 акров земли, мы с Роном в Южном Орегоне. Это было прекрасно. Ручей, деревянный домик, и там мы думали, что поставим теплицу и начнем маленький томатный бизнес. А получилось так, что, когда мы приехали туда, и наша мечта воплотилась, я начал замечать, что это не приносило удовлетворения, что я был еще больше в депрессии, еще больше озадачен, чем когда-либо в жизни. Теперь нам пришла в голову другая идея. Мы решили, что поедем автостопом в Мексику, и мы это сделали. Почти каждую поездку с нами говорили о Библии, об Иисусе. И я не понимал этого. То есть это просто не имело для меня никакого смысла. Я был евреем. Прямо перед тем, как мы собрались в горы, чтобы найти эти грибы, мы узнали, что все эти длинноболосы из Америки были арестованы. И нам сказали, не идите в горы, иначе попадете в мексиканскую тюрьму. И вот на обратном пути из Мексики, поскольку эта поездка была полной катастрофой, мы остановились в Сан-Франциско. Рон познакомил меня с девушкой, Деборой, и мы вместе провели все выходные у его брата. И в те выходные мы часами напролет были вместе и разговаривали, и просто делились мыслями друг с другом. В конце выходных я был влюблен в нее, я предложил ей выйти за меня замуж. Она сказала, нет, конечно же, она думала, что я спятил, но что-то произошло в моем сердце в те выходные, что-то сдвинулось во мне. И я был влюблен. Я никогда еще не переживал такого невероятного чувства раньше. Я хотел чем-то отблагодарить Бога. Я не знал, как, но кто-то дал мне Библию за несколько месяцев до этого. И я подумал, хорошо, я буду читать Библию. Конечно, я был знаком с Ветхим Заветом, и я начал читать Ветхий Завет. В колледже я не понимал этого, но сейчас Библия становилась живой. Все, что я читал, Бытие, Исход, Псалмы, все это было настолько реальным для меня. И я просто чувствовал себя так близко к Богу. А потом я дошел до Нового Завета. Выросший евреем, я ничего не знал о Новом Завете или Иисусе. Некоторые из вещей, о которых он говорил, очень беспокоили меня. Он сказал, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я сказал, как это может быть? И он сказал, я и Отец одно. Я сказал, но есть только один Бог. Иисус, возможно, великий человек, но я был так озадачен, и я не делился этим ни с кем. У нас с Роном были близкие отношения, но я просто чувствовал, что не могу говорить с ним именно об этих конкретных вещах. А потом в один вечер я стоял под звездами возле нашего маленького домика и сказал, «Бог, если ты и Иисус одно и то же, ты должен мне показать, что я поступаю правильно, потому что я очень боялся». Что-то произошло в моем сердце в ту ночь. Я рассказал на следующее утро, я поделился с Роном тем, что случилось этой ночью, и у него были слезы на глазах. Он сказал, «Когда мы ехали автостопом в Мексику, когда нас подбирали, я начал читать Библию и также начал говорить с Богом. И я также поверил в Иисуса, но я не делился с тобой, Майк, потому что я боялся». И вот мы такие в тот следующий день просто обнимаем друг друга и плачем, и делимся друг с другом тем, как Бог встретил нас, и как мы оба просили Иисуса войти в нашу жизнь, и мы не могли поверить этому. Мы пошли в церковь, и это изменило наши жизни. Но я все еще просил Бога показать мне, что это было правильным решением. И вот пастор из той церкви, он был на пенсии, ему было немногим больше 70. Он пришел в наш домик однажды, чтобы увидеться со мной, и он не знал, с чем я вел борьбу, но он начал читать мне отрывок из Писания. Это было «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, но он изъязвлен был за грехи наши, и ранами его мы исцелились». И он сказал, «Брат Майкл, как ты думаешь, откуда это?» Я сказал, «Не знаю, Матфея, Луки». И он против мне Библию, и я посмотрел, и там было написано «Исайя». Я сказал, «Да вы шутите, это в Ветхом Завете?» Потому что для меня было настолько очевидным, что здесь говорилось об Иисусе. Он начал делиться со мной местами Писания из всего Ветхого Завета, показывая мне, что Иисус — это Мессия. Та молитва, в которой я просил Бога, «Боже, покажи мне, что это правильное решение». В тот день я почувствовал себя настолько безопасно и удовлетворенно из-за того, что этот пастор делился со мной местами из Ветхого Завета, из-за этих мест Писания. И я был так благодарен Богу, что Он ответил на мою молитву. Дебора приехала навестить нас в Орегон, и я начал читать ей из Писания, и она также поверила в Иисуса. Несколько месяцев спустя мы поженились. Она до сих пор мой лучший друг, и у нас потрясающий брак. Мой друг Рон. Вместо помидоров мы решили начать маленький бизнес вместе, и мы начали дело по производству лампочек. И я думаю, что воспринял слова Господа буквально, когда Он сказал быть светом для мира. И мы начали бизнес, связанный с освящением. И то малое крохотное семя выросло в одной из наибольших кампаний по освящению в Соединенных Штатах. Когда мы вернулись, чтобы поделиться этим с нашей семьей, моя мама, мой папа и мой брат также начали верить в Иисуса, и это было потрясающе. Я знал, что христианство, я знал, что вера в Иисуса, это так много всего было в прошлом, включая Холокост, который сделали христиане. Но это все не имело никакого отношения к Иисусу, это не имеет никакого отношения к Библии, и Мессии, о котором были пророчества очень-очень давно. Я бы просто хотел призвать вас, как это сделал я, искать и спрашивать, и читать Писание самостоятельно, спрашивая Бога с открытым сердцем и разумом, может ли Иисус действительно быть Мессией? Иисус. 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 Иисус.